Всем привет, с вами Джайка. Любой продукт, ресурс или какой-то сайт на просторах интернета, который вы можете посетить, состоит из двух основных составляющих. Первое это наполнение, то есть функционал этого ресурса, а второе это визуальная составляющая, то есть дизайн, оформление. Сервера строятся по такому же принципу. У нас также есть геймплей, то есть какие-то игровые механики, фичи, то есть какое-то наполнение сервера, какой-то функционал. Но помимо него у нас также есть визуальная составляющая, то что игрок будет видеть, то есть дизайн, оформление вашего сервера. Мне как человеку, который увлекается дизайном, эта тема в принципе интересна, ведь здесь можно проявить какую-то вашу креативность, какую-то фантазию. Таблист и скорборд на сервере это такие два ключевых момента, где вы действительно можете проявить свою фантазию, можете создать какой-то фирменный стиль, фирменное оформление и благодаря этому выделить свой сервер среди других. Сегодня этим мы и будем заниматься. Желаю приятного просмотра, мы начинаем. Спонсор этого видео Framedev, студия разработки Майнкрафт-проектов с большим опытом работы. Здесь вы можете заказать уникальные решения для своего сервера на любой вкус. Студия занимается созданием сборок, написанием плагинов, диагностикой вашего проекта, созданием уникального дизайна для ваших ресурсов и не только. Чтобы оценить качество предоставляемых услуг, вы можете ознакомиться с бесплатными разработками, которые находятся в обсуждении. Больше информации вы найдете на сайте студии. Здесь же можно осмотреть типы предоставляемых услуг, портфолио, а также связаться с разработчиками. Ссылка на группу студии Framedev, а также ее сайт есть в описании под видео. Переходите, ознакомливайтесь и воплощайте свои хотелки в реальность. Что нам сегодня понадобится? Нам понадобится плагин Tab, в котором вы можете оформить как таблист на вашем сервере, так и скорборд. Помимо этого, конечно же, вам еще могут понадобиться какие-то дополнительные плагины. Ну, в основном это Placeholder API, такая себе библиотека, которая добавляет разные заполнители, то есть Placeholder, без которой в принципе не обойтись. Перейдем в папку плагина Tab, откроем его конфигурацию. Здесь в верхней части конфига вы можете настроить таблист, то есть список игроков, как он у вас будет выглядеть. Если промотать страничку, точнее конфиг чуть ниже, вы можете также здесь найти раздел со скорбордом. Его нужно будет предварительно включить, для этого нужно будет здесь установить True. Также вы можете сразу задать команду, по которой игрок сможет отключить или включить себе скорборд. То есть некоторых игроков напрягает вот это табло в правой части экрана, этот скорборд. Вы можете задать какую-то команду, допустим, панель, и игрок при помощи этой команды сможет выключить или включить скорборд. Здесь же чуть ниже настраивается его внешний вид. Сегодня мы создадим три разных варианта оформления для таблиста и скорборда. Вы можете отобрать какой-то понравившийся, либо на основе увиденного даже создать что-то свое уникальное. Распространенная ошибка, которая довольно часто встречалась в моих обзорах сериалов, это дефолтное оформление таблиста или скорборда. Ни в коем случае его не используйте. Оставлять дефолтное оформление в подобных плагинах или как-то совсем несущественно его изменять, это признак плохого тона. Поэтому мы сейчас берем и просто убираем здесь все строчки, которые нам оставил разработчик, поскольку мы будем сделать все сами. Параметр Header это у нас оформление над списком игроков. Параметр Footer это оформление под списком игроков, для тех кто не знает или возможно впервые знакомится с данным плагином. Поначалу создадим несколько пустых строк, нажмем Ctrl D, чтобы продублировать это все. Это довольно важный момент при создании любого оформления, это воздух, то есть какие-то отступы, он должен быть. Иногда создатели CRO просто наваливают все на кучу, у нас не остается практически пустого пространства, из-за чего на такое оформление становится очень тяжело смотреть. Итак, сверху у нас будет два пустых пробела, то есть пустое пространство, а на третьей строчке у нас будет название сервера. Какого цвета оно у нас будет? Поскольку начиная с версии Minecraft 1.16 и выше нам доступны Hex цвета, то есть практически полный диапазон цветов, мы соответственно можем выбрать какой-то интересный цвет. Для того, чтобы не использовать заезженные цвета, которые были раньше. Если у вас версия сервера 1.12 например, то естественно этот способ у вас не проканает, поэтому придется использовать привычные майнкрафтовские цвета. Я же хочу выбрать что-то такое прям лаймовое, какое-то салатовое, хочется мне что-то такое яркое, поэтому я возьму наверное вот этот цвет, копируем вот этот Hex код и в конфиге пишем Ampersand и вставляем этот цветовой код. Дальше пишем название сервера, я для примера напишу просто Your Server. Также я хочу, чтобы эта строчка была жирной, поэтому мы еще добавим код Ampersand L для того, чтобы сделать текст жирным. Можем пока что сохранить это все дело и посмотреть как это будет выглядеть в игре. Перезагрузим плагин Tab, Tab Reload и посмотрим. Хорошо, однако нам нужно будет создать еще отступы после вот этого названия для того, чтобы оно вот так вот не слипалось. Итак, добавим несколько пробелов еще вот здесь и давайте даже скопируем эти же пробелы и поставим сюда. Сохраним опять-таки Tab Reload и посмотрим. Да, вот, теперь хорошо, только немножко надпись не посередине, не посередине вот этого списка игроков, поэтому один пробел отсюда наверное придется убрать. Вот это наверное единственный такой муторный момент, вам придется играться с этими пробелами, если вы хотите все оформить красиво. Еще такой момент, у нас есть такая вот цифра 0, это наш пинг. Он показывается возле каждого игрока, если вы хотите его убрать, тогда просто перейдите в конфиг, найдите здесь такой параметр как вот yellow number in tab list. По-моему даже без перевода все понятно. Напишите здесь false, то есть отключите этот параметр, после чего введите tab reload и теперь у нас пинг не будет отображаться в списке. После этого названия сервера, я здесь сделаю еще одну пустую строку, я хочу сделать такую себе небольшую линию подчеркнутую, как это мы будем делать. В первую очередь мы скопируем вот этот цветовой код, который мы себе выбрали и добавим здесь такой код как ampersand m и поставим два пробела. При помощи этого цветового кода мы можем создать перечеркнутый текст, но поскольку у нас здесь нет никакого текста, у нас как бы будет перечеркиваться воздух. То есть таким образом мы получим одну как бы сплошную такую линию. Зачем так извращаться и почему просто не сделать здесь дефисами? Дело в том, что когда мы делаем это все дефисами вот этими, то у нас между ними есть маленькое такое себе расстояние, такой себе отступ. Я же хочу одну сплошную линию, поэтому ее мы можем сделать вот такими вот нехитрыми манипуляциями. Давайте сохраним, посмотрим как это выглядит. Введем tab reload, посмотрим, вот, отлично. Я бы даже возможно добавил еще один пробел. Сохраним, вот. Таким образом мы получили одну сплошную такую себе линию, выглядит довольно интересно. Теперь оформим нижнюю часть нашего таб-листа. Для этого я здесь продублирую опять-таки пустые строчки. И у нас еще будет какая-то информация, например, онлайн сервера, пинг и возможно сайт. Допустим, автодонат сайт вашего сервера. Чтобы сделать текст более интересным, мы можем воспользоваться вот таким вот генератором букв, маленьких заглавных букв. Я оставлю ссылку в описании. Мы здесь введем на английском онлайн. И что мы получим? Мы получаем вот такие маленькие прописные буквы. Если мы их сейчас скопируем и вставим здесь в игру, мы увидим, как это выглядит. То есть у нас получаются такие маленькие большие буквы. Выглядит достаточно интересно. Единственный минус, к сожалению, здесь не поддерживается русский язык. То есть если мы будем писать на русском, то у нас будет все таким же. Но иногда для того, чтобы это как-то красиво смотрелось, можно пожертвовать этим всем и использовать, в принципе, даже английские символы. Вот напишем онлайн. Скопируем. И на второй строчке футера белым цветом мы сделаем этот онлайн. Сделаем желтым цветом само количество игроков. Здесь, по идее, вы должны поставить плейсхолдер, который отображает онлайн сервера. Но для того, чтобы ускорить этот процесс, я здесь просто укажу какие-то цифры. Чисто для того, чтобы мы могли видеть, как это выглядит. Сейчас я не буду тратить время и искать плейсхолдеры для всего этого. Поэтому я просто буду использовать цифры для наглядности, чтобы мы могли видеть, как это выглядит. И давайте здесь поставим два пробела, такую белую черточку. И добавим еще параметр ping. Также напишем его здесь, в этом генераторе. Ping. Скопируем вот это вот. И вставим ping. И ping также желтым цветом у нас будет, какой ping? Давайте 53, допустим. Давайте сохраним это все. Пропишем tab reload. И посмотрим. Вот такой вот довольно привлекательный у нас текст получается. Под этим онлайном и pingом мы можем еще расположить наш сайт. Для него я также буду использовать вот такой вот шрифт интересный. Сайт будет, допустим, yourserver.ru. Скопируем это все и вставим на вот этой третьей строчке. Он у нас будет таким же цветом, как наше название сервера. Хорошо. И здесь еще ctrl d. Добавим еще одну пустую строку. Сохраним. И посмотрим. Tab reload. Перезагружаем конфигурацию. Вот такой вот таблист у нас получился. Теперь в таком же стиле мы создадим какой-то интересный scoreboard. В первую очередь давайте скопируем вот это название сервера с таблиста. Промотаем страничку, точнее конфиг, вниз. И найдем здесь наш scoreboard. Это admin scoreboard. Напишем. Допустим, default. Он у нас будет называться. Вот этот второй scoreboard. Мы можем стереть, в принципе, чтобы он нам не мешал. Title, то есть заголовок scoreboard. Он у нас будет пустой, то есть пустая строка. А на второй строчке, вот здесь, у нас будет название нашего сервера. Давайте сделаем несколько пробелов пустых. И будет название your server. Также нам нужно сделать, опять-таки, вот эту линию. Для того, чтобы соблюдать стилистику. Поэтому мы скопируем ее. И вставим под наше название. Вот сюда. Также добавим два пробела здесь. Tab reload. И посмотрим. Вот. Да. В принципе, выглядит довольно интересно. И после этого мы можем уже добавлять какую-то нашу информацию. Давайте я удалю все вот эти строчки. Мы будем писать все с нуля. У нас будет пустая строка. Небольшой отступ. Дальше у нас следующая строка, которая будет. Это, допустим, nickname, ник игрока, ник двоеточие. И желтым цветом я напишу jacob.youtube. Но, опять-таки, здесь вам нужно будет использовать уже placeholder. Я просто для наглядности не хочу сейчас над этим заморачиваться. Поскольку основное внимание сейчас к оформлению, а не к placeholder. Мы добавим здесь опять пустую строчку. И дальше у нас будет строчка, допустим, деньги. Они у нас будут желтым цветом. Напишем, допустим, символ доллара. Допустим, 17580. Следующая строчка это, допустим, будут какие-то монеты, либо коины. Давайте коины. И здесь у нас будет коины, наша какая-то вторая игровая валюта на сервере. Для коина мы можем использовать какие-то Unicode символы. Я оставлю ссылку на вот эту страничку в описании. И здесь мы можем отобрать что-то для себя. Допустим, вот такой вот символ. Мы его скопируем и вставим сюда. Коина у нас будет 125, допустим, на балансе. И можем добавить еще какую-то информацию. Давайте добавим пустую строчку. И добавим, допустим, у нас будут еще убийства и смерти. Убийство. Допустим, если это какой-то гриферский сервер, это довольно важная информация. Что вам стоит помнить при создании Скорборда? Не стоит пихать сюда буквально всю информацию. То есть у многих есть такие замашки, что они хотят прям разместить здесь все. Начиная от баланса игрока, заканчивая TPS сервера, пингом, там, оперативкой и так далее. Не нужно пытаться в Скорборд уместить сразу все. Выделяйте какую-то основную информацию. Если это гриферский сервер, то лично я считаю, что здесь будет достаточно какого-то игрового баланса и, допустим, убийства и смерти. Поскольку гриферский сервер подразумевает какое-то PvP и это, возможно, довольно важная информация. Убийство. Давайте убийство у нас будет 105, допустим. Смерти красным цветом они будут 25. Окей. Также добавим еще одну пустую строку. Давайте ее продублируем даже. И скопируем еще наш вот этот сайт. И вставим его в предпоследнюю строку. Вот сюда. Два пробела. Вставим. Хорошо. Сохраняем и посмотрим, как это выглядит. Перезагружаем конфигурацию. И вот таким вот нехитрым образом мы создали вполне интересное, такое себе привлекательное оформление для вашего таблиста и Скорборда. Если вы хотите сделать таблист чуть пошире, например, мне почему-то хочется сделать его чуть пошире, Вы можете добавить еще несколько пробелов вот сюда. Раз, два, три. А здесь, допустим, один пробел добавим. Посмотрим, как это будет выглядеть. Там нужно смотреть, чтобы все у нас четко посередине было. В идеале. Перезагрузим конфигурацию. Вот. Ну, вроде как все плюс-минус посередине. Вот таким вот образом это выглядит все. Скорборд у нас особо не перегружен. У нас есть основная информация. Деньги, какие-то коины, либо монеты. И убийство, смерти. Здесь уже информация в зависимости от тематики вашего сервера. Никнайм игрока размещать здесь, в принципе, не обязательно. Вместо него может быть, допустим, клан. То есть, без проблем. В общем, вот такой вот вариант оформления. Переходим ко второму. Второй вариант может подойти для многорежимных серверов. Допустим, если у вас есть несколько режимов. Анархия, гриферское выживание, может мини-игры какие-то. То, в принципе, это оформление будет вполне неплохо смотреться. Я так думаю, по крайней мере, это лично мое мнение. Итак, давайте сотрем наше название. Мы будем использовать, давайте, обычный голубой цвет из Майнкрафта. Также мы будем использовать вот такие вот буквы, такой себе шрифт. Чем он отличается? Давайте его скопируем и просто вставим вот сюда. Вы увидите. Наверняка вы видели такой шрифт. То есть, у нас какие-то книжные шрифты у нас получаются. Я сейчас здесь скопирую название сервера. Напишу. Буду вот таким вот образом писать. Your server. Это немножко долго, но тем не менее. Теперь, что мы сделаем? Давайте мы добавим еще какие-то элементы, какие-то символы. Допустим, вот такие вот у нас есть. Как будто дужки какие-то. Не знаю, как они, вот как они выглядят. Таким вот образом. Мы можем их также сюда добавить. Итак, давайте скопируем поначалу левую. Она у нас будет находиться вот здесь, допустим. Да, этот шрифт мы сделаем еще жирным. Вот таким вот образом. Здесь поставим голубой цветовой код. Здесь у нас вот этот символ. Добавим несколько пробелов. Здесь добавим несколько пробелов. Добавим вот этот голубой цветовой код. И поставим вот этот символ. Пока что, да. Пока что так. Давайте вот эту строчку мы удалим. И пока что эти две также удалим. Сохраним. Посмотрим поначалу, как это выглядит. Табрилот. Перезагружаем конфигурацию. Вот таким вот образом. То есть, да. В принципе, нормально. Возможно, я бы чуть побольше добавил здесь расстояние. Добавлю еще один пробел сюда, наверное. И еще один сюда. А здесь уменьшу на 2. Дальше мы сделаем пустую строчку. И давайте даже еще одну. И вот на этой строчке, сразу через одну после названия сервера, мы напишем режим, допустим. Допустим, сейчас это у нас режим анархия 1. Сохраним. Табрилот. И посмотрим. Вот таким вот образом это отображается. В принципе, окей. В футере, то есть в нижней части оформления, мы добавим несколько еще вот строчек. И напишем, допустим, на второй строчке у нас будет онлайн. Напишем, сейчас выживают. Выживают. Двоеточие. И, допустим, у нас выживают сейчас 12 игроков. Потом у нас одна пустая строчка. И на этой строчке у нас будут, опять-таки, наверное, вот эти вот символы. Где они у нас? Вот эти дужки. Либо как это назвать, даже не знаю. Поставим несколько пробелов. Напишем наш сайт нашего сервера. YourServer.ru Дальше поставим пробелы. И напишем вот вторая такая кавычка, душка. Не знаю, как это. Сохраним. Посмотрим. Нам сейчас нужно сделать, чтобы они как-то немножко сочетались между собой. Пока что посмотрим. Мы сохранили. Табрилот. И так. Хорошо. Но мы можем сделать так, чтобы вот эти дужки, либо что это у нас? Чтобы эти дужки у нас находились ровно. Поэтому нам нужно будет поиграться с пробелами. Допустим, раз, два, три. И тут раз, два, три. Сохраним. Посмотрим. Кабы они у нас были ровно. Ну, почти. Еще где-то по одному пробелу будто просится. Посмотрим. Сохраним. Табрилот. И да. По-моему, у нас почти ровно. Прям идеально ровно у нас в любом случае не получится сделать по разным причинам. Но вот таким вот образом это выглядит. Теперь перейдем к оформлению скорборда. Мы скопируем вот это название, которое мы ввели. И найдем здесь наш скорборд. Итак, тайтл у нас строчка, это будет пустая. Также вот эта строка у нас также будет пустая. Давайте. А вот на третьей уже строке мы расположим наше название сервера. Немножко здесь убавим пробелы. Итак, дальше у нас будет пустая строка. А здесь у нас будет, давайте, несколько пробелов еще добавим. Здесь у нас будет, допустим, клан. Клан игрока. И, допустим, какой-то тех клана придумаем. Какой-то там YouTube, допустим. Окей. Дальше у нас будут какие-то, давайте, монеты. Ставим сюда вот этот символ даже. Пускай. Допустим, будет у нас еще такой параметр, как репутация. Сделаем ее, допустим, зеленым цветом. Репутация. Пускай у нас плюс 15 будет. И еще будет такой параметр, как убийство. Давайте я прямо отсюда его ставлю. Окей. Давайте красным цветом. Смерти у нас не будут. Добавим здесь, наверное, по пробелу. И давайте еще добавим такой параметр, как пинг. Вот здесь буквально двоеточие и серым цветом, допустим, 53 миллисекунды. В этой строчке у нас будет наш сайт сервера. Мы его скопируем вот отсюда. Посмотрим, как это выглядит. Вставим его сюда. Скорее всего, столько пробелов нам не нужно будет. Поэтому мы сейчас это все будем ровнять. Еще добавим одну пустую строчку, чтобы у нас было все хорошо. Ну, в общем, посмотрим, как это выглядит. Перезагружаем конфигурацию. И вот такой вот у нас scoreboard получается. Да. Еще я бы добавил по пробелу вот сюда. И немножко разместил этот сайт посередине больше. Поэтому мы добавим еще, допустим, раз, два, три. Тут раз, два, три пробела. И здесь по одному пробелу. Выровняем это все. Сохраним. Tabreload. Да, вот эти штуки вроде как ровно уже. В общем и целом, вот такой вариант у нас получился. Его вы также можете использовать. Либо модифицировать как-то под себя, как вам понравится. И рассмотрим еще один последний вариант оформления. Оформление он у нас будет с анимированным градиентом в таблисте и скурборде. В третьем варианте мы будем использовать анимацию градиента, чтобы у нас он переливался в таблисте и в скурборде, как это можно сделать средствами плагина Tab. Переходим в документацию плагина Tab. Нажимаем здесь на раздел Animations, то есть анимации и находим здесь такой сайт. Вот он, по-моему, он. Сейчас при помощи этой утилиты от разработчика мы сможем легко и просто создать анимированный градиент. Так, у нас немножко долго все грузится. Сейчас подгрузится и мы продолжим. Вот, все у нас подгрузилось. Вот таким образом у нас выглядит анимация градиента. Как по мне, она слишком быстрая. Я ее скорость поставлю чуть побольше. Допустим, 100. Также давайте выберем цвета. Допустим, первый цвет, который у нас будет, давайте это будет что-то светло-фиолетовое. Такое какое-то светло-розовое. А второй вариант такой более фиолетовый. Ну, давайте вот такой. Посмотрим, как это выглядит анимация. В принципе, вполне себе привлекательно. Здесь мы можем задать ей название, допустим, лого. Пускай так и будет. Можем сделать это все дело жирным, но делать этого я не хочу. Пускай будет так. Введем название нашего сервера. Your server. Можем даже взять его в какие-то вот эти скобки. Тоже может выглядеть интересно. Хорошо. Теперь мы нажимаем на вот это поле output. У нас копируется уже готовый кусок конфига. Уже готовая анимация градиента. Переходим в папку плагина tab. Открываем файлик animations. И здесь у нас находятся анимации. Анимации, которые мы можем использовать в таблисте и скурборде. Мы вставляем нашу анимацию здесь в самый верх. Она у нас называется logo. У меня уже такая есть. Я ее поэтому возьму здесь удалю. Таким вот образом. И у нас есть анимация изменения градиента. С нашим названием сервера. Мы сохраняем этот файлик. Переходим обратно в конфиг. Итак, давайте будем оформлять таблист. Чтобы вставить нашу анимацию, мы здесь просто вводим placeholder animation. Двоеточие. И вводим название нашей анимации. В нашем случае это logo. Вот это название мы вводим сюда. Символ процента. Сохраняем. И сейчас посмотрим, как это выглядит. Tab reload. Перезагружаем конфигурацию. И вот мы видим, что у нас есть анимация вот этого переливания градиента. Дальше после названия у нас будет пустая строка. И в следующей строке у нас будет, допустим, тот же онлайн двоеточие. И желтым цветом, допустим, 53 игрока. Дальше у нас будет два пробела. Вот такая вот линия. Опять два пробела. И также, допустим, пинг двоеточие. И желтым цветом, давайте, 15 миллисекунд. Так, для наглядности. Сохраним. Tab reload. Посмотрим. Вот таким вот образом это выглядит. Можем добавить немножко пробелов, в принципе. Допустим, тут раз, два, три. И тут раз, два, три. Да, вот, чуть пошире таб у нас получился. Хорошо. И здесь у нас две строчки. У нас будет теперь не только сайт, но и группа ВКонтакте, допустим. Первая строчка это будет наш сайт, двоеточие. И мы можем сделать, в принципе, здесь даже градиент. То есть у нас есть уже один градиент. Мы можем его также использовать. Допустим, это у нас фирменный градиент нашего сервера. Соответственно, его необходимо использовать в каких-то ключевых моментах. В каких-то названиях, в каких-то ссылках вполне уместно. Мы копируем вот этот цветовой код, даже вот таким вот образом. Вводим здесь вот такие вот фигурные скобки, или как они называются, правильно забыл. Вставляем этот код. Дальше вводим символ больше, вот такой вот, стрелочку. После этого мы пишем наш сайт, yourserver.ru. И здесь необходимо сделать такую же конструкцию. Только здесь у нас уже будет второй цвет градиента, вот этот. Таким образом. И нужно еще добавить вот этот символ меньше. Таким образом, вот этот текст, который у нас между этими двумя цветами, он у нас будет градиентным. Он у нас будет переходить от этого цвета к этому. Давайте сохраним, поначалу посмотрим. Возможно, я что-то упустил. Tabreload. Посмотрим. Да, есть у нас градиент нашей ссылки. Мы ее вот так вот скопируем, вставим сюда. Здесь у нас будет группа ВКонтакте. И напишем ссылку, допустим, vk.com, yourserver. Сохраним, перезагружаем конфигурацию. И смотрим. Да. Вот такой вот вполне простой, но в то же время информативный, приятный таблист у нас получился. С анимированным градиентом. Теперь давайте сделаем scoreboard. Делаем scoreboard в такой же стилистике. Давайте скопируем эту анимацию нашего названия. Ставим ее сразу же вот сюда. Возможно, здесь одна пустая строка лишняя. На второй строке у нас сразу будет вот эта анимация. Можем добавить немножко пробелов. Сюда также. И дальше у нас будет какая-то ключевая информация в scoreboard. Опять-таки повторюсь, ни в коем случае не забивайте scoreboard кучей информации, чтобы у вас каждая строка была забита. Так делать не нужно. В scoreboard должно находиться что-то такое самое ключевое. Итак, в моем случае это, допустим, будет тот же ник игрока. Пускай Jacob YouTube серым цветом он у нас будет. Дальше давайте это вот сотрем. Что у нас будет? Допустим, у нас будут какие-то купюры, пускай. Пускай они у нас будут оранжевым цветом. Причем даже здесь не обязательно использовать какой-то символ. Вы можете сделать scoreboard более минималистичным. Безо всяких вот этих символов, всяких квадратиков, вот этого вот всего. Вы можете просто использовать какие-то цвета для определения валюты. То есть, допустим, какие-то купюры у нас будут оранжевым цветом. Пускай этих купюр у нас 12 410. Пускай вот так вот. А монеты, монеты у нас будут желтым цветом. Этих монет пускай у нас будет 52. Таким образом, вы можете использовать ту же систему в магазинах, где-то в менюшках. То есть, какая-то одна валюта у вас будет оранжевым цветом, а вторая валюта желтым. И таким образом, игрок также не запутается. При этом, не обязательно использовать, пихать какие-то вот такие вот символы, поскольку иногда это сильно грузит оформление. Можно даже обойтись вот таким вот минималистичным вариантом. Давайте, не купюры, допустим, а рубли пускай будет. Ну и давайте еще пускай будет сколько времени наиграно. Не столь важная информация. Вот подобную статистику, сколько игрок наиграл, ее можно, в принципе, разместить и где-то в менюшке в разделе со статистикой. Не обязательно в scoreboard, но пускай уже будет. Здесь наиграно, допустим, 145 часов. И здесь, допустим, будет вот этот градиент с ссылкой на сайт сервера. Ставим ее вот сюда. Вот yourserver.ru. Вот таким вот образом. Сохраним. И посмотрим. Вот такой scoreboard у нас получился. Довольно минималистичный, не нагруженный всякими там смайликами и тому подобное. То есть, довольно просто, легко и понятно смотрится. Также у нас присутствует анимация вот этого переливания градиента в таблисте и в scoreboard. Это можно хорошо заметить здесь. Впрочем, такой вариант оформления у нас получился. Также довольно простой и привлекательный. Вот такой довольно лайтовый туториал получился. Думаю, с него вы подчеркнули для себя что-то новое. Увидели какие-то принципы, по которым можно создавать простое, не навязчивое, но вполне привлекательное оформление для вашего сервера. Поддержите это видео лайком. Уверен, что вам не сложно, а мне приятно. На этом все. Всем до следующей пятницы. Всем удачи и всем пока.